Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Сегодня мы с вами будем готовить говядину. Этот рецепт мне передала моя бабушка. Готовится просто, получается вкусно и очень даже оригинально. Чем-то, на мой взгляд, напоминает или гуляш, или бифстроганов, точно не скажу, поскольку я не профессиональный повар. Итак, что нам понадобится? Вот у меня ровно килограмм мяса говядины, как я уже сказала. 4 вот таких вот морковки, 2 луковицы, 250 грамм шампиньонов, 200 граммовая упаковочка вот таких вот обезжиренных сливочек. Если вы не на диете, вы можете использовать обычные нормальные сливки для соусов. Пучок петрушечки, лавровый листик, соль и томатное пюре. Режем мясо на кусочки вот такого вот диаметра. Видите, вот такая толщина, где-то сантиметр, полтора сантиметра. И вот такие вот они у нас должны быть квадратиками. Можно немножечко больше, но не меньше. Отправляем наше мясо на хорошо разогретую большую сковороду и обжариваем до золотистого цвета, но не пережариваем. Оно должно именно схватиться, золотая такая корочка сверху. А этим временем мы почистили и порежем лук и морковь. Ну вот, лучок и морковочка нарезаны. Видите, крупными кубиками нарезан лук и морковь довольно такими тоже широкими пластиночками, потому что после приготовления лук, он, конечно же, протушится, его практически заметно не будет. А морковочка, ее должно быть видно, поэтому мы ее не трюм и не нарезаем на тонкие такие вот колечки, а именно на вот такие вот как бы брусочки нужно морковку нарезать. Ну а мяско наше поджаривается. Вот мяско мое обжарилось до того состояния, которое мне нужно. Сейчас я буду перекладывать вот в такую кастрюлю с такими толстыми стеночками. У меня вот она сделана как под натуральный камень, но нужно может как жаровня, вот казаночки такие, что стеночки посуды должны быть толстыми, поскольку мясу нужно будет потом еще тушиться где-то полтора часа, то и больше, в зависимости от того, насколько у вас молодая говядина. Если говядина более такая вот, ну более жесткая, то тушить нужно около двух часов. Если вот такая вот как у меня, вот она средняя, как мне кажется, потому что я уже попробовала, она уже практически полуготовая. Так что я думаю, достаточно будет где-то полтора часа протушить. Вот я выложила уже морковку с луком, тоже на большую сковороду. Жарю я совместно. И степень готовности определяю, когда лук уже так стал такой мягкий и прозрачный, то значит мои овощи готовы. Морковку до полной готовности обжаривать не нужно, поскольку она потом уже дотушится в кастрюльке с соусом и мясом. Грибочки вот я тоже не режу, а отправляю такими, какими они есть. Я специально купила маленькие грибочки, не те, что для фарширования, с большими шляпками, а с маленькими шляпками. И где-то через часик после того, как протушится мясо, я их опущу в соус. Ну, также порезала петрушечку. Овощи вот наши уже почти готовы. И будем сейчас перекладывать их в кастрюльку с мясом. Вот я в кастрюльку уже добавила томат. В общем, из половинки вот этой вот пачечки, где 500 грамм, у меня ушло где-то 250 грамм томата. Но томат у меня, вот видите, он такой, как будто бы, ну, даже семечки видно, вот помидорчики, как будто домашний. Вот такой вот я томат люблю. Это не паста, как паста, а вот именно пюре, перекрученные томатики. Вот они без соли, без сахара, без ничего, абсолютно натуральные. Так, ну и сейчас я добавляю в кастрюлю мои овощи, которые хорошо обжарились. Ну вот, как вы видите, томат, мясо, овощи, морковь, лук, все уже там, лавровый листик. И сейчас я буду добавлять водичку. Водички нам нужно добавлять немного, мы ее будем добавлять постепенно. Поскольку, когда много воды в мясе, оно получается как бы вареное. И это нам совсем не нужно. Также еще хочу заметить то, что когда мы режем мясо именно говядину, то нужно ее резать поперек волокон, чтобы так мясо лучше протушится и будет иметь более нежный вкус. Ну вот, мяско мое подкипает. Вот вы видите, сколько должно быть соуса, чтобы мясо было еле-еле-еле прикрыто. Сейчас я закрою крышечкой, чтобы довести мясо до кипения. И только потом я его немножко посолю. Вот мясо закипело, тушится. И ему еще тушится где-то минут 30. Я его уже посолила. И через полчасика я добавлю грибы. И за 10 минут до готовности я добавлю сливочки и петрушку. Ну, мясо мое почти готово. Сейчас я уберу крышечку и добавлю сюда грибочки. Так, вот так вот, как я и говорила, я их кидаю целенькими. Так. Теперь мы все это перемешаем. 20 минут они потушатся. Шампиньоны это быстро они готовятся. Такие грибочки универсальные. И потом добавим сливочки и петрушечку. Ну и последние аккорды. Добавляю я свои сливочки. Полностью выливаю весь 200 граммовый пакетик. Как я уже говорила, они у меня обезжиренные. Так. Вылили. Перемешиваем. Сливки придают соусу особую нежность. Он вообще получается такой вкусный. Наваристый такой бульон из говядины. Вкус грибов, овощей. Но я очень люблю это мясо. Как моя бабушка готовила. Мама моя так готовила. И теперь я так готовлю. Надеюсь, вам тоже понравится. Так. Протушу где-то минут 20. И даже меньше, наверное, немножечко. Минут 15. Добавлю петрушечки. И наше мясо готово. Ну и вот, как вы уже видите, петрушечка тоже в моем соусе. Соус густой. Мясо мягкое. Протушилось все очень хорошо. Выглядит вон как красиво. Пахнет вообще отпад. Ну, думаю, вам тоже рецепт придется по душе. И, может быть, кто-то из вас тоже приготовит такую говядину по рецепту моей бабушки. Спасибо вам, что вы были со мной. И до новых встреч на моей кухне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok